Параллельность. Две прямые параллельны, если они совпадают или не пересекаются. Через точку, не лежащую на прямой, можно провести прямую параллельно заданную, причем только одну. Две прямые параллельны тогда и только тогда, а третья прямая пересекает их под равными углами. Сразу скажу очень важную вещь. Сейчас принципиально, что мы находимся на плоскости, а не в пространстве. Если в пространстве, то смотрите, вот эти вот две ручки, эти две прямые, они не пересекаются, правильно? Как не продолжать эти прямые? Вот если бы они были на плоскости, то они бы пересеклись, если в пространстве, и могут не пересекаться. Как вы думаете, такие прямые называются параллельными или нет? Нет. Как их называют? Перпендикулярные. Нет. Извини. Во-первых, перпендикулярные могут пересекаться. Во-вторых, вот такие две прямые действительно перпендикулярные. А вот такие? Переи. То есть это слово не слышали? Угольные. Какие? прямые которые вот так было бы параллельно а вот они просто пространстве не пересекаются просто так прямые нет опа то есть это русское слово неизвестно приехали они в пространстве если если на плоскости все понятно не пересекаются на плоскости прямые или параллельно или пересекаются это понятно это называется скрещивающиеся прямые прямые либо лежат в одной плоскости и тогда они параллельны или пересекаются или прямые не лежат в одной плоскости такое в пространстве тоже бывает и тогда эти прямые называют скрещивающимися так так вот сейчас Сейчас, пожалуйста, забудем про пространство и перейдем на плоскости. На плоскости, что сейчас нам говорит Александр Ханевич, что для параллельных прямых верно такое свойство. Если у нас есть какая-то прямая и две другие пересекающие в один и тем же углом, вот давайте обозначим этот угол альфа, то в таком случае обязательно эти две прямые параллельны. Итак, теорема звучит в следующем образом. Если углы равны, их обозначу я буквами какими-нибудь, скажем, B и C, а вот эту прямую обозначу буквой А. Так вот, теорема звучит так. Обязательно B параллельно C. Александр Михайлович, проводим параллельную А и получаем параллелограмму. Нет, все сложнее. Почему у него там углы? Все сложнее, Коля, по одной простой причине. Потому что я сейчас хотел бы рассказать все это без слова «правилограмма» более или менее строго. Потому что если считать, что мы уже все знаем о параллелограммах, о трапециях и так далее, то, конечно, ну, блядь, параллелограмм, это как раз и есть две пары параллельных прямых, да, высекают его. Нет, нет, я хочу, чтобы у нас именно строго прозвучало доказательство. Итак, давайте пока поймем, что это за теорема. Если у нас вот эти вот углы равны, то в таком случае прямые параллельны. Обратите, пожалуйста, внимание, что есть и другая теорема. Теорема звучит следующим образом. Представьте себе картинку, на которой, наоборот, нарисованы две прямые и какая-то третья. Я даже имена менять не буду. И теорема звучит следующим образом. Если прямая b параллельна прямой c, то в таком случае, вот давайте этот угол обозначим β, вот этот вот угол обозначим γ, то в таком случае β обязательно равно γ. Обратите, пожалуйста, внимание, это совершенно разные утверждения. То есть, смотрите, здесь что написано. Если углы равны, то в таком случае прямые и параллельны. Здесь что написано. Если прямые и параллельны, то углы равны. Это разные утверждения. Понятно, да? Ну, давайте, как. Если у нас есть машина, то в ней есть железка. Согласны? В ней есть металлическая часть. В любой машине есть металлическая часть. Но если есть металлическая часть, то в ней обязательно есть машина. Конечно. Если у нас есть устройство, в котором есть металлическая часть, то это вовсе не обязательно автомобиль. Это может быть там какой-нибудь станок или даже жилой дом. Много чего есть, что я не считаю. Так, понятно. Это два разных утверждения. И, собственно говоря, доказывать их надо. Так, давайте отмечемся от книжки. Кто-нибудь знает доказательства одной из этих теорем? Если нарисованы две прямые, образующие один и тот же углы с третьей, вот прямая, а, образует один и тот же углы с прямым бойцами, то у вас сейчас, конечно, огромная беда. Вы не понимаете, а вообще чем можно пользоваться для доказательства? А мы знаем, что такое нам достижение? Знать-то знаем, но мы о них не знаем никаких теорем. Вот это еще страшная вещь, ребята, из школы. Очень часто вы учите. Кстати, я тут на прошлой неделе встретился с очень милой, между прочим, даже очень умной, замечательной, крайне трудолюбивой девочкой десятиклассницы. И представьте себе ситуацию. Девочка учит кучу иностранных языков. Что называется, встает в семь утра, ложится в двенадцать ночи, а иногда и поджечь. Из последних сил делает, 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 делает. И вдруг выяснилось, что фактически по математике она знает вообще ничего. Вопрос, а почему? А что же вы там в школе делаете? Как что делаете? В очереди все, в очереди все задачи решаем. Какие задачи решаем? Не помню. Как не помнишь? Ну как, нет, я все сдала, я все сделала. То есть человек, заметьте, пожалуйста, десятый класс, из последних сил выбивается, действительно, что называется, изо всех, изо всех, изо всех сил учится, и вдруг выясняется, что фактически она ничему за эти годы в школе не научилась, потому что все время училась для того, чтобы выполнить задание, она у нее автоматически из памяти исчезала. То есть она сделала работу, получила пять, сделала следующую, получила пять, сделала следующую, получила пять. А вопрос, зачем это, вообще не вставал все эти годы? Просто учится на четыре, пять, четыре, редко-редко. Ребята, это страшная вещь. Это называется десять бессмысленно потраченных лет. Потому что учить надо сейчас заново, получается, да? Потому что все предыдущее, ну да, замечательно, оценки записаны, там есть стопка дневников с пятерками, но знания отсутствуют абсолютно. Причем, что интересно, ведь там учителя тоже уверены, что... А с ними можно только так. Им задаешь, они выучат, а понимать они все равно ничего не понимают. Это очень грустно. Итак, все-таки попытаемся понять, давайте, почему тогда будет параллельность. Вот, на самом деле это довольно тонкая штука. И давайте я вам сейчас это расскажу. Ребята, оказывается, теорему левую, в общем, теорему, это лучше всего доказывать, как противно. А именно, предположим, что на самом деле эти две прямые, что? Пересеклись. Пересеклись. Я сейчас нарисую, вот прямая цель взяла и пошла. Нет, вы, конечно, прекрасно понимаете, что на самом деле они не пересекаются. Но, предположим, так получилось. Хорошо? Замечательно. Так, вот так получилось. Здесь углы равны. Все замечательно. Провели дальше, и где-то там они пересеклись. А теперь, ребятки, смотрите, что мы можем сделать. Мы можем с вами взять вот этот треугольник. Давайте я его обозначу СП, а вот здесь поставлю А. Вот этот вот треугольник СБА я прямо отложу вот с этой стороны. Смотрите, как я это делаю. Вот у треугольника САБ. Что у него? У него есть угол Альфа, и у него есть второй угол. Какой? 180 минус Альфа. Согласны? А я посмотрю здесь. Здесь у меня есть 180 минус Альфа. А здесь у меня что? Альфа. Так вот, я беру и с этой стороной откладываю. Вот прямо вот как есть этот треугольник. Я его откладываю с этой стороны. Поняли? Отлично. Здесь была точка пересечения? Да. Треугольник взял, а его надо, понимаете, этот угол поставить сюда, а этот сюда, да? Да. Вот, отлично. Значит, там что произойдет? Там тоже пересекается. Там тоже пересекается. И тогда получится, что две прямые Б и С пересеклись в двух точках. Увидели? Да. Получилось? Получилось. Получилось. Конечно, вы сейчас, если бы были внимательны, должны были бы мне сказать, а что такое отложить треугольник с той стороны и так далее. Так вот, ребята, ответ мой простой. Геометрии, разумеется, для того, чтобы ее действительно превратить в науку, должны быть аксиомы. Потому что невозможно разбивать какую-то теорию вообще ни на что не опираясь. То есть, не бывает так, что вот этот факт следует из другого, этот из третьего, этот из четвертого, и так до бесконечности. Нет, конечно. Надо в какой-то момент остановиться и сказать, что вот у нас есть некоторое количество фактов о точках, которые мы считаем верными. Вот, между прочим, обратите внимание, то, что прямые пересекаются в двух точках, на плоскости это, конечно, выглядит дико. А все понимают, что если, скажем, взять сферу, то там есть такое понятие меридиан. Помните их географии? Да. Замечательно. Скажите, есть такое понятие пунктовский меридиан. Слышали? Была такая, что жиль, была, и сейчас есть. Астрономическая обсерватория в Пулково, вот через нее там проходит какой-то меридиан. А, да. Ну, и он очень важный для астрономов, в Табаря-то там телескопы стояли, измеряли. Вот. Или есть понятие, может быть, слышали, линия переменной дат. Да. Что это такое? Да, что? Если переместиться туда, ну как? Если пересекаешь эту линию, то... Что пересекает линию, получается, на час раньше? На день. На сумму раньше. А, на сумму. Дело в том, что когда на час раньше, это так называемые часовые пояса. Это любой из вас сталкивался, если летел куда-нибудь. Даже внутри России, между прочим, очень много часовых поясов. Знаете, да? Да. Вот. Ну, нет, именно линия переменной дат. Через нее, когда перелетаешь, то на одни сутки меняется. Хорошо, на глобусе перед Дианой пересекаются. Правильно? Да. И это никого не удивляет. Ну, впрочем, глобус явный гост. И глобус явный гост. Так, все. Так вот, когда вы выучите аксиомы, то тогда выяснится, что это доказательство было действительно вполне правильное. Но я не хочу сейчас тратить время на аксиомы. Единственное, что я считаю важным сказать. В каком году человечество получило первый список аксиом? Это очень важно, чтобы вы понимали. Человечество получило полный список аксиомы. Аксиомы в промежуток времени между 1862 годом и 1943 годом. Гениально. Гениально. Слушайте, вот это уже математический подход к делу. Объясняю. У него осталась с одного из кружков запись о том, что аксиомы были придуманы Давидом Гильбертом. Человек не может быстро найти ту самую дату. Ну, там, запутался или не записал, или просто сейчас в спешке. Но он успел увидеть даты жизни Гильберта. Дошло? И он прочитал нам даты жизни Гильберта. 1862 годом? 1343 годом. Отлично. Действительно, он не мог же Гильберт сделать работу до садорождения. Правда? Не мог. Да и после смерти вряд ли. Это после смерти бывает. После смерти бывает. Это когда? Называется посмертная публикация. Ну, такое, к сожалению, бывает. Ну, тогда человек написал книжку, а потом она где-нибудь там лежала. Ну, понятно, да? Там через сколько-то лет ее... Такое бывает. Леонард Тейлер, огромное количество его научных трудов, он настолько быстро их писал, что... Все, они были абсолютно серьезные, важные, замечательные, что огромное количество его трудов действительно вышло после его смерти. А если следить, тогда он был уже точнее 1864-й? Прекратим. Год 2016. Нет, ребятки, на самом деле, конечно, конечно, нет, два года он тоже ничего научного не делал. 1899 год. Это год выхода на книжке Гильберта, которая называется «Основание диаметрии». Основание диаметрии. Между прочим, то, что вы увидите в своих школьных учебниках по диаметрии, это такой испорченный вариант аксиом. Почему-то считается, что детям неправильно говорить правду целиком, и поэтому там вы увидите некий кусочек этих аксиом Гильберта. Ну, в общем, кому на самом деле интересно, сейчас не проблема за пару нажатий кнопочек в интернете найти саму книжку. Все это абсолютно сейчас не является тайной. Пожалуйста, прочитайте. Кстати, вы там все поймете. Список аксиом абсолютно несложный. Ну, он может быть там не так просто понять, почему для них все следует, но, тем не менее, большую часть... Так, все. Я считаю, что это все объяснил. Это все объяснил. Теперь давайте вот эту теорему. А вот эту теорему мы уже будем доказывать, зная, что эта теорема верна. Вы согласны со мной? Да. Вы согласны со мной? То есть, эту мы уже доказали, значит, теперь эту. И доказывать будем очень просто. Вот у нас есть две параллельные прямые. Замечательно. Нужно доказать, что β равно гамма. Но опять от противного. Пусть β не равно гамма. Что я тогда сделаю? Я возьму этот угол гамма. И отложу его здесь. Что у меня тогда будет? У меня будет прямая. Давайте я ее назову B' которая проходит под тем самым углом гамма. Согласны? Да. Так. Если углы равны, то прямые что? Параллельно. Параллельно. Значит, B' тоже параллельно. Почему гамма? С. Гамма это угол. Параллельно прямой С. А теперь смотрим. Мы знаем, что B параллельно С. Мы знаем, что B' параллельно С. Значит, через одну и ту же точку мы провели две прямые параллельно прямой С. Разные. Две разные прямые, да? Ну, ребят, а это аксиома. Что так не бывает. Опять-таки, очень важно понимать, как здесь развивалась наука. У геометров с самого начала был такой вопрос. А вот эту аксиому, о том, что через точку к данной прямой проходит ровно одна прямая, ее можно доказать из остальных аксиом геометрии. Или нельзя? Вот, кстати, забавная вещь. Вопрос-то возник сразу, а аксиом геометрии, повторяю, до 1899 года толком не было. Ну, а тем не менее, было некоторое понимание того, какие, вот есть что называется, обычные аксиомы, из которых это хотелось бы выводить, да? И это была знаменитая тоже история, так называемое доказательство пятого постулата Евклида. Доказательство пятого постулата Евклида разными геометриными обсуждениями удавалось доказать, что через точку удается провести только одну параллельную прямую. Но каждый раз во время этого доказательства чем-нибудь еще пользовались. И когда обдумывали, чем же этого пользовались, то выяснялось, что по сути это опять вот этот вот самый пятый постулат. И эта задача была решена только в 19 веке. Для журналистов этот сюжет, это так называемая геометрия Лобачевского. Или то же самое, не в каком-то геометрии. Так вот, этот самый сюжет кажется очень вынекрашным для журналистов. И есть такие люди, которые бесконечно далеки от математики и рассуждают о чем-нибудь, ну я не знаю, о каком-нибудь так, мы странируем судебно-проговоре. Или о том, что, я не знаю, автобусы плохо ходят. А что у них такое, абсолютно не геометрическое. И говорят, ну это настолько дико, это как у Лобачевского прямые параллельные пересекаются. Такую докладку. Как раз у Лобачевского параллельные прямые не пересекаются. А именно, там история как раз такая. Через точку, не пересекая прямую, можно провести, что? Бесконечно много параллельных. Бесконечно много не пересекающих прямых. Не то, что пересекаются параллельные прямые в геометрии, нет такого. А в геометрии Невклидовой через точку, не лежащую на прямой, можно провести не одну, а бесконечно много не пересекающих прямых. Ребята, вот этот вот штамп, ну вот непонятно, что с ним делать. Все время говорят и говорят. А вот у Лобачевского параллельные прямые пересекаются. Ну ладно, журналисты бог с ним. В конце концов, это просто для красного словца. Может быть и я что-нибудь такое, не подозревая, об этом говорю, думаю, что говорю правду, а на самом деле, это ладно, им простим. Был такой человек, Бартельс, он работал преподавателем в разных местах. В том числе, он поработал преподавателем там, где был Гаусс, и какое-то время не общались. В том числе, он поработал преподавателем там, где был Лобачевский, и они тоже пообщались. Через несколько лет, после того, как он и там, и там, и там выработал, эти три человека более или менее одновременно придумали независимый друг от друга Невслидову, Ядин, и повели себя совершенно разным способом. Лобачевский, это город, кто знает какой? Какой? Казань. Казань, совершенно верно, не сейчас такой город есть. Вот, Лобачевский был в Казани, и понятно, что писал свои научные труды. Кстати, далеко не всем он понравился, там, тогда же было много философов, которые считали, что геометрия дана нам там, в ощущениях, там, до рождения, ну, и так далее, и так далее. Ладно, про философов я сейчас не буду говорить, а был Баяй, это венгерский офицер, который написал письмо Гауссу о том, что вот он придумал такую замечательную Невслидовую геометрию. И Гаусс ответил, это сам Баяй, да, замечательно, очень рад тому, что вы это придумали. А я, столько-то лет назад, это тоже придумал. И вот посмотрите, какие замечательные есть в этой науке еще там обстоятельства. И я это не опубликовал, потому что боюсь криков философов. Ну, он это по-другому назвал, другим словом, неважно. И дальше происходит что-то. Ну, казалось, вы получили такое письмо. Ну, конечно, грустно, что оказывается вы не первооткрыватель, а Баяй жутко обижается, у него это кризис жизни, он начинает быть уверен в том, что это проклятый Гаусс у него украл открытие, что ничего Гаусс не открывал, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, ребята, когда уже после смерти Гаусса посмотрели его, что-то, все бумаги, то с абсолютной достоверностью стало известно, что, конечно, Гаусс просто был математиком настолько более высокого уровня, что, конечно, он все это понимал. Не бывает просто так открытия. Невозможно вот пойти в сад, залезть на ветку, сидеть там, сидеть пять лет, вдохновляться, и вот у вас там потом возникнет математическая... Всегда есть какие-то вопросы, над которыми люди думают. Кто-то понял одно, кто-то понял другое, кто-то понял третье, и в конце концов появляется какая-то мысль. Конечно, есть какие-то люди одной квалификации, которые там обладели огромным объемом математики, есть люди менее квалифицированные, там один понял одно, другой понял другое, но математика это не один Гаусс, это не один Эймер, это огромное количество людей, которые работают над этим. Понимаете, когда вам говорят, что там ученые сделали открытие, не надо думать, что вот есть один ученый Эйнштейн, который там вот один себе придумывает, нет, есть общее развитие науки. и самое последнее дело, это заниматься высчитыванием вот этих вот приоритетов, кричать о том, что вот Лобачевский открыл неевклиновую геометрию, а проклятый Гаусс у нас украл, вот он напал на Россию еще в 19 веке, да что подобного, ребята, это были ученые, понятно, да, это были люди, которые думали над этими вопросами. Я вам больше что-то расскажу. Когда они открыли эту самую неевклиновую геометрию, то они не знали, что она существует. История была такая, они стали размышлять, а может и через точку пройти несколько пролезных прямых, из этого стали выводить разные следствия, и у них не получалось противоречия. И на некоторой такой вот воображаемой поверхности они мечтали, вот могло бы быть так, так, так и так. А настоящее доказательство существования это придумать потом. И кстати, когда журналисты обычно пишут про неевклиновую геометрию, они обычно забывают тех людей, которые на самом деле потом ее разрабатывали. Берем координатную плоскость. Что такое координат лекси? Все понимали? Я забыли. Отлично, взяли. Дальше говорим, что вот эти точки просто выбрасываем. Все, что ниже от вот этой прямой, вообще все, и омошни. Оставляем только те точки, где Y больше нуля. Только то, что над усердствует. Отлично. И дальше будет происходить следующее. Если у нас есть какой-нибудь маленький отрезочек, то у него есть какая-то длина. Замечай. Так вот, ребята, давайте договоримся. Длина отрезка по евклиду измеряется просто. Надо взять настоящую обычную длину, к которой вы привыкли. Я не буду писать формулу для нее. А вот длина этого отрезка по Лобачевскому, по Гауссу, по Барьяе измеряется следующим образом. Надо взять и разделить эту штуку на... на самом деле я сейчас не совсем прав, потому что понятно, что у этих точек Y немножко отличается. То есть настоящее определение такое. Надо отрезок разделить на маленькие кусочки, длину каждого кусочка посчитать, разделить на соответствующую высоту и потом сложить и перейти к пределу. Но это будете потом учить. Разговор не о том. Оказывается, идея такая. Когда вы поднимаетесь вверх, Y становится больше и больше и больше, и поэтому отрезок достаточно длинненький там, проходить легко по сравнению с их плидов. А когда вы идете сюда, то отрезок делится на величину близкого к нулю, то есть фактически его длина сильно увеличивается. Оказывается, что прямые по Лобачевскому это вот что такое. Это полуокружности с диаметром на нашей прямой. И это лучи вот такие. Так, ребята, вынимает я точно замолкаю, потому что дальше надо знать математику просто неспоставимо лучше, чем вы. И когда будете в старших классах, этот разговор вполне имеет смысл продолжить. А сейчас давайте еще раз, не потому что вы плохие, а потому что надо просто очень много выучить. Надо узнать что-то интегралов, надо узнать еще кое-что.